итак всем пламенный привет друзья сегодня мы с вами направляемся еще одну больницу я там лично проезжал и видел около шести передвижных вот этих мобильных моргов она называется wood холл больница тоже находится в таком скажем параллельном районе где очень много как и афроамериканцев так и латиноамериканцев и сейчас туда много визжает именно американцев белых кто приезжает из других штатов чтобы быть поближе городу но опять же сэкономить чуть-чуть да потому что там гораздо дешевле арендовать жилье и станция метро в принципе занимает несколько там скажем не несколько минут но быстро очень можно доехать до манхэттена плюс многие даже берут велосипеды и просто переезжают через мост вильямсбург и уже находится манхэттене да ну я иногда некоторых не понимаю особенно летом когда едешь по мосту и видишь там человека на велике жара духота даже просто на улице находиться и уже ты потеешь да потому что очень душно и очень жарко они на велосипедах в костюмах в галстуке едут потеют я просто представляю по приезду на работу как они выглядят сегодня поедем немножко в другой район абсолютно не русский район и снимем вам его также почему я чуть раньше начинаю снимать видео потому что обещают дождь 90 процентов не всегда вот так везет всегда когда еду снимать видео то дождь то пасмурно но в принципе за такой погоды я и остался в нью-йорке когда мне спрашивают почему ты живешь нью-йорке если в других штатах гораздо дешевле ну потому что я люблю пасмурную погоду люблю что было и и зима и было лето и люблю что было холодно люблю дожди и поэтому я живу в нью-йорке дорогие друзья так вот поэтому чуть раньше начинаю записывать это видео потом еще мысли будет не сильный дождь мы еще вот съездим в одну больницу помните я когда ездил за продуктами за покупками говорил что я проезжал когда еще не было вот этих передвижных моргов нигде я там увидел такую картину когда грузили тела до фуры тогда они не оставляли эти фура забирали мы опять же туда приедем я покажу то место где я первый раз это увидел своей жизни многие улицы вам могут показаться незрачными потому что дождь потому что пасмурно серо и город кажется серым и тусклым мало того что мы едем не по самым хорошим районам еще есть дождь еще и пасмурно и серо и такой вот отпечаток я еще раз хочу сказать нету как бы только плохих районов нет только хороших здесь и более зажиточные районы и менее зажиточные до дороги плохие в нью-йорке еще такая просьба ребята смотрю что из многих стран меня смотрят да скажите какая обстановка у вас городе чтобы мы обладали какой-то более полной достоверной информации вот у нас например скажите например город там кирово-чапецк да скажем у нас больницы больница все нормально на улицах нет проблем или там скажем город такой-то у нас запрещено выходить штраф такой-то такой-то мне же тоже интересно что происходит в мире да ну и конечно же особенно те кто подписывается на канал ребят не забывайте ставить ваши лайки пожалуйста комментирует видео подписывайтесь на канал кто не подписался нажмите на колокольчик что получать обновление о новых видео все закончили эту часть и начнем уже рассказывать про трампа многие мои знакомые я раньше занимался именно миграционными вопросами да они мне пишут что там трампа запретил всем езжать теперь смотрим многие видео все пугают адвокаты миграционные пугают говорят что все нельзя надо быстрее быстрей я не буду наверно записывать никакого отдельного видео просто в видео расскажу и буду всем говорить чтобы смотрели это видео трамп подписал указ о не запрете ребят еще раз не запрете а при остановлении выдачи иммиграционных виз те кто уже их получили те у кого они уже на руках не беспокойтесь вы сможете въехать если вы переживаете зайдите на кстати мы проезжаем сейчас бруклин колледж посмотрите вот такой вот прекрасный колледж те кто уже получил если все равно не поверите моим словам зайдите на официальные сайты там все там написано если у вас уже есть все на руках вы можете въехать все у вас порядке те кто хочет податься на политическое убежище еще раз говорю ребята не переживайте этот указ не касается политического убежища ни в коем разе все хорошо все нормально вы можете подаваться если чей-то нечистый на руку иммиграционный адвокат вас как-то там дезинформирует то не верьте просто обратитесь к другому более профессиональному человеку опять же почему сейчас я не записываю видео и вообще может не буду записывать видео потому что этот это как бы приостановление на 60 дней через определенное время где-то через 50 дней уже они добавят какие-то дополнительные поправки к этому и через 50 дней уже можно будет даже записать видео сказать какие итоги вот кстати очень много полиции здесь что-то произошло и вот кстати скорая мы будем проезжать через стопроцентный черный район а когда я говорю черный значит афроамериканский район едем и по бэтвард авеню здесь нам можно поехать направо до дождик начался поэтому как то так если по иммиграционным вопросам есть какие-то вопросы вы можете подписаться на мой инстаграм задать мне их лично я по мере своей возможности отвечаю почти всем по мере возможности но опять же адекватным просьбам да кто-то поздоровается скажет не могли бы спать мне пожалуйста таким людям я всегда рад ответить опа что-то там дорога кажется перекрыта это плохо потому что я планирую поехать прямо там направо поедем блок закрыт там школа вроде было да там школа трамп изъявил желание искал что возможно вот эта финансовая помощь которую она оказал в 1200 долларов да она не будет одноразовой если карантин продолжится то он и не исключает возможность повторной финансовой поддержки гражданам и возможно даже это будет уже чуть больше около 2000 долларов но опять же он сказал 2000 долларов если вы зарабатываете менее 130 130 тысяч долларов в год то есть заработали меньше 130 в год тысяч до 2000 получаете если супружеская пара то насколько я помню 235 тысяч в общей сложности на двоих людей да ваша жена и вы должны заработать меньше 235 235 тысяч но опять же вот я насколько я помню то тогда вы 4000 получаете ну и на детей на каждого вроде по 500 долларов реален ли этот исход событий да реально ли что так будет скорее всего да скорее всего да хотя уже демократы против нэнси плози ложится всеми костьми против этого как бы желание трампа конечно они сейчас против но как только это пройдет они скажут что это мы все это мы так пожелали и решили сделать а трамп нас останавливал также открываются многие штаты в джорджии хотят открыть все магазин рестораны сейчас ну губернатор джорджии до говернер штата джорджия трамп заявил что он официально заявил что он против этого и говорит что еще не время но как я говорю тут в америке очень сильная власть у губернаторов штата у говернеров штата очень сильная власть и президент как в россии не можно по указу сказать нет и все значит нет поэтому когда говорят про нью-йорк из то что в нью-йорке столько проблем первую очередь должны осуждать эндрю куаму ну и конечно же моего любимого билла деблазио в кавычках любимого я если честно буду очень рад если еще по 2000 раздадут потому что траты большие много денег теряют люди опять же банком я вот на сто процентов подписываюсь могу в любую в любому человеку сказать это кто будет даже спорить я против того что государство давало деньги банкам я против этого почему да потому что они как снимали все свои и моргичи и за машины по выплаты и по кредит картам выплаты не на доллар не на ценник в нью-йорке него нас не ослабили ничего я с разговаривал с многими людьми и у кого нет дом моргичи это получается ипотека у кого дом в ипотеке говорят все также снимают ежемесячно телефонным компаниям интернет компаниям тоже никакой помощи не надо оказывать как снимали так и снимают иншурансным компаниям страховым тоже не не на грамм нельзя по оказывать никакой помощи потому что как снимали так и снимают поэтому если они все равно снимают деньги все равно зарабатывают деньги зачем им помогать особенно банкам они как своим рабочим тоже платят также которых они отпустили до многие банки не закрылись кстати также и работают поэтому дави компаниям нужно помочь но с условием опять же когда откроется авиакомпании когда будет большой наплыв желающих воспользуется услугами авиакомпании чтобы они не взвинтили цену до небес как они любят это делать когда много желающих летать они резко поднимают цены если они опять же это будут делать и наживаться на людях на своих как бы кастомерах да или клиентах то тогда смысла тоже им помогать в большом количестве нету поэтому это все надо продумать очень хорошо последнее время смотрю губернаторов демократов да как они выступают или вообще демократов в партию демократов его одно только слово на языке фу какая гадость ребята даже жаль что я когда-то вообще агитировал за вас вообще страшные люди вы оказались на проверку ну как говорится друг проверяется до в беде вот мы их проверили в беде недавно кстати трампу не недавно но задавали вот например на пресс-конференции человек задал как вы оцените ваши действия ответ коронавирусу скажем так да от 1 до 10 вопрос подковыркой да такой где можно зацепиться он сразу сказал а при это там ни минуты не думая да сразу я оцениваю на 10 я ответил он не ответил я отреагировал и сделал правильное решение на 10 вопрос был глупый неправильный особенно президенту они любят сейчас так и задавать молодец трамп потом уже я через день-два посмотрел в каких-то соцсетях уже пишут трамп взял на себя вину когда его спросили как кто виноват от 1 до 10 ваша вина какая просто переписки делают ссылку на это интервью а пишут уже другие слова и он я оцениваю на 10 к там там признал свою вину вопрос был кардинально другой кардинально правильный ответ он дал и идиотский вопрос задан был но хорошо от выкрутился хорошо ответил там вообще всем кто сомневается в трампе или кто против него да посмотрите даже предвыборные какие помните когда у них были дебаты силы ли у хиллари были заготовлены вопросы дака про которых он не знал какие-то где как бы его показать в грязно в черном свете он моментально реагировал моментально отвечал и в этом конечно ему надо дать такой плюс что ходать плюс что он очень хорошо отвечает очень хорошо реагирует не джордж буш который часто задумывался и еле отвечал ну вот мы уже подъезжаем здесь мы сделаем правый поворот на флэш не огню если поехать прямо это будет еще один из еврейских районов бруклине вообще очень много черных и еврейских районов да в принципе нью-йорк на мой взгляд это еврейский город потому что тут ну и владеют гоу нью-йорком в основном евреи да я имею ввиду много зданий которые им принадлежат дороги оставляет желать лучшего здесь я согласен со всеми своими подписчиками которые говорят ну что у вас за дороги но то какие то такие дороги опять же многие говорят ну а где говорит вот эти гробы везде на улицах трупы говорит я не знаю где вы это услышали ну не могу я вам это показать и слава богу и слава богу что таких видео нету по факту этот госпиталь находится в очень районе в таком где всегда ужасный трафик ужасный там невозможно разъехаться особенно вот эта улица который под надземной веткой метро вот видите с правой стороны он же виднеется вот стоят много машин скорой помощи полиция должна быть да и тут очень много всегда машин так вот наверху видите палатку стоят эти палатки опять около коня он да там какой-то очень умный человек написал что они там это палатки где отдыхает медперсонал но если вы не видели там система кондиционирования и прям и ним покрывшиеся что там прям холодильное какое-то оборудование там в принципе им нету смысла отдыхать ну вот полицию видно видно что стоят машины скорой помощи везде сзади подъехала еще одна полицейская машина стоит с мигалками я ее наверно даже пропущу нет а нет она что-то просто едет значит так здесь мы поедем направо это улица бродвей не та которая в манхэттене а та которая здесь в рук ли не и тут битком всегда битком тут невозможно разъехаться вот с левой стороны очередь вы видите да это волгарин эта аптека в нее запускают определенное количество людей и поэтому очередь образовывается так с виду все спокойно сиды все спокойно зайти сюда смысла нету потому что полиция кругом даже не просто внутри а машины полицейские экипажи везде стоят я честно вам говорю то что вижу не вижу я массового скопления не людей не машин палатку пару палаток видели на подъезде скорых помощей да здесь тоже все тихо это видите вот это билдинге которые вы сейчас видите тут в основном живут афроамериканцы в основном а то не основная часть это латиноамериканцы здесь белых нет ни одного почти нету за 7 лет я ни одного вот белого выходящего из этих билдингов не видел из этих зданий я извиняюсь так по поэтому госпиталю я уже все понял довольно тихо да и вот если тысяча людей заболевших в раз полтора часа одна скорая это тоже вну вопросы поэтому вопросы да когда тысячи людей каждый день а в один из госпиталей мы с вами ездили этот вообще заявление с властей было то что там будут держать как бы умерших людей и там по идее должно было быть очень серьезный подвоз погибших от вируса так вот здесь я парку на парковку остановился я вроде ничего нету охранник стоит сразу смотрит по телефону болтает на парковке все чисто на парковке все чисто так что поедем в более цивильный в более белый район и в тот район где я видел как еще когда не было мобильных моргов у больниц просто грузили забирали да даже тогда еще не было видео где вот грузили вот этими подъемниками а грузили там вручную вот я видел это все своими глазами как грузили вручную поэтому поедем туда посмотрим что там происходит и там как раз очень близко к downtown бруклину может быть прокатимся по downtown бруклину по деловому по деловой части бруклина по центру бруклина где много красивых многоэтажек выезжаем давайте из проекта то опять меня обвинят что нью-йорк уродливый город да опять же у нью-йорка не везет с мэрами вот сильно нельзя с мэрами последним более-менее говорят джулианин навел порядок в полицейской системе и было не блазью извиняюсь блазью это вообще ужас блюнберг вот эти два человека навели более-менее порядок если бы вы по рассказам старожил нью-йорка 30 лет назад увидели нью-йорк вы бы ужаснулись даже тот вильямсбург где сейчас много ресторанов много молодежи до которые приезжают очень дорогой ценник на жилье там даже в вильямсбург нельзя было зайти вильямсбург кстати раньше был черный и есть такая вот городская история да и в газетах это писала как там белый парень забрел туда по ошибке и вышел в одних трусах и без носков даже вот только в одних трусах он зашел туда в одежде его разделе полностью он вышел в одних трусах вы бы видели ребят сейчас дорогу по которой я проехал как после бомбежки вот как будто я думаю даже в афганистане дороги лучше машина прыгала как будто вы я не знаю как и да и микрофон слетел явно там такая дорога была поэтому я вас еще вожу по хорошим дорогам по хорошим дорогам нью-йорка ладно давайте уже доедем до больницы и сделаем еще одно включение спасибо за то что смотрите остаетесь со мной мне хоть не так одиноко ездить по пустым улицам нью-йорка так ребята мы подъезжаем дождь начался но мы уже там это вот именно вот на этой улице я в первый раз жизни увидел как грузили людей белых чехлах это вот на следующем блоке будет я ехал с той стороны не с вот видите как как я и говорил вот афроамериканцы вот в этом районе они даже не по ну видят что уже им красный они даже не отреагируют на красный это о воспитанности людей говорит очень много мобильный морг я вижу с левой стороны сразу видно вот здесь заезд мы тоже тут все пусто я не буду останавливаться вот здесь стоял трак когда я прошла с приехал лицом в ту сторону я ехал 100 со встречной стороны остановил свою машину вон там почти на углу и сюда шел уже вот сюда я шел пешком здесь ребята стояли вот где мы остановились здесь стоят стояли ребята и снимали я дошел вот дима хонда сейчас стоит если вы видите я до хонды дошел машина моя стояла сейчас я сниму где моя машина стояла вон там видите люди приносят цветы к оградке наверно выйдем люди приносят цветы к граде там надпись работают видите все будет там 2 и сейчас уже видите они прикрыли то место где они грузят людей вот такими вот палатками принципе это правильно чтобы не видели сколько людей внутри и как грузят их это не не наверно не для конспирации сделано кстати вообще нет людей тут всегда много вон еще заезд один в больницу дождь я извиняюсь если дочь как-то вам мешает и да все работает все будет я напишу где мы сейчас находимся в каком районе все написано будет так ребят решил вам не писать уже потом писать может забуду в районе ford green мы находимся да это ford green park brooklyn hospital центр это называется ну будем назвать его на русском госпиталь бруклина дождь начался я не успел все равно я извиняюсь за за дворники но выхода нет выхода нет поэтому вот как то так постараюсь дворники использовать как можно реже но посмотрим опять же все более-менее спокойно ну вот с правой стороны вот стоит уже этот тент до стоит большого количества я не людей ничего я здесь не вижу выйдем одену маску и мы выйдем на улицу даже под дождь раз уже приехал женщина идет в респираторе своем людей вообще нету на улицах не в руках по центре вон этот тент там кого-то привезли или не привезли я не знаю нет там пусто просто или нету кстати это вот билдинге кому интересно видите какие они высокие и красивые потому что близко да он там бруклину мы уже близко так по поводу верю я не верю вирус я ничего не говорю только показываю так что как то так все этот мы эту часть города мы посмотрели я вот не знаю мне нравится в дождь ездить многих раздражает это пасмурно тускло дворники твои раздражает а мне наоборот нравится я вообще сказал же мне нравится такая погода вот со второй линии когда налево перестраиваться из огайо приехал чувак не люблю таких людей так куда бы нам сейчас с вами поехать все в бруклин сейчас да он там я не буду заезжать и не буду показывать вам хорошие районы сегодня потому что пасмурно дождь это и так раздражает и еще возможно красивые билдинги дома здания вам покажутся некрасивыми ребят что осталось сказать всех вам благ здоровья подписывайтесь на канал ставьте лайки надеюсь видео было интересным для вас я же хочу сказать свои последние слова как обычно говорю в конце своего ролика adios alividerci до свидания hasta la vista с восточного побережья Соединенных Штатов Америки ваш любимчик американский весельчак Тимур